Рассказывай, Вероника, что приключилось? Сначала у тебя взяли кровь на анализ из этой дырочки, в общем тебе поставить капельку, потом капельку поставили, это уже вторая, гривенская, в общем, мама, мне кажется, что мы сюда зачистили уже, кажется, что я еще, подожди, я еще, Ребят, только-только Катя поправилась и сегодня Веронике стало ночью плохо, буквально отсняли материал, как мы дома ужинаем, на ужин была домашняя еда, все было чистенько, руки мыли, все и так далее, потом в оконцове мы еще поели клубнику, я ее мыл, хорошо очень мыл, и ребенку ночью стало плохо. Бегало ее, тошнило, рвало, у нас опять ситуация повторилась, мы опять в Таиланде и опять Вероника в больнице, короче, я не знаю, что за закономерность такая, не знаю, как это комментировать, в общем, руки моем, дома еду готовим, все, посуда все чистая, все под контролем. Да, это такого нету, правильно, мы ни разу не обращались в больницу. Есть сейчас ограничено все, можно, так что, ребята, в третий раз, наверное, уже будем говорить, страхуйтесь обязательно. Сейчас ребенок полностью под наблюдением врачей и за счет страховки все, то есть, естественно, утром позвонили в страховую компанию, они нас направили в эту же больницу, нас уже охранник уже машет нам, здрасте уже, опять вы, вас уже узнает, мы сюда уже в третий раз уже приходим, короче, вот так. Катя ей капельницу поставили, но капельница здесь вышивается ей полностью, вся дрянь, поставили капельницу, у нее прекратилась рвота, ей получше. Да нифига не прекратилась, если бы прекратилась, нас бы сейчас домой отпустили. Ага, ну и ей получше, она прям бодричку была, был это плохо. И Катя сейчас что-то тоже тут лежит, но мерзлась, что-то тебе плохо, опять тошнит. Температура поднялась, 38, тошнит. Ребенок, почему у нас все нормально? Не знаю. Слава Богу. Мы там дома сидим, скучаем по вам. Но вы не скучайте, видео монтируйте. Видео начал монтировать. Смотрите, я Веронике принесла игрушки, и она тут играется, сюда во вслед. Она меня попросила принести игрушечки, и я ей принесла. Давай опять. Какой рукой? Вот так. Как у тебя дела? Вчера было плохо. А сегодня? Сегодня хорошо. Лучше мне стало. Смотрите. Одевай на пальчик. Одевай. Вот на двоечке. В этот раз мы находимся в другом госпитале. Здесь апартаменты намного скромнее. Там, смотрите, еще больные, получается, лежат. Мальчик лежит. Таец. Да. А там женщина. В общем, мальчик, да, больной? И женщина, да, еще? То есть еще двое здесь, посмотрите, вот такая вот палата. Неудобно там ходить, а туалет один навсегда, да? В общем, ну, конечно, апартаменты поскромнее, но зато оплачивается. А примерно лечение такое же происходит, да? Да. Да. Все оплачивается за счет страховой. Потом озвучим, ребят, сколько будет стоить. Ребятам-то скажи что-нибудь. Будьте здоровы. Ну все, пока. Сейчас. Не болейте. Оля, ну ты что? Да, я не могу. Ну все, у нас в курсе дела. Держите, как у вас, да, дела? Как ты? Поправишься, не поправишься тоже? Держи вкус. Да, ну у меня зуб видно разболелся. Ну, наверное, да. Пока. Пока. Ура, Катю с Вероникой выписывают. Едем встречать. Здарова. Ого, богатыря нам отдали обратно. Сильно. Вероника, ну что ты ходишь? Не успел из больницы выписаться с желудком, блин. Уже желудок хочет твой забить чем-то. Ты, мама, что как? Пищи. Да ничего вроде. Роман. Ну давай, сейчас расскажешь или попозже маленько в подробностях. Вероника, как твое здоровье рассказываю ребятам? Хорошо. Больно было, нет, у Колечки стоять? Нет. А что было больно? Ничего. Ничего не больно было? Ничего. Ничего, ничего, ничего. А кормили? Вкусно? Вкусно. Больница понравилась? Да. Еще поедем? Нет. Правильно. Так. Приступим. Я буду тебе вопросы задавать. Ты будешь отвечать. Окей? Сел, в общем, ребята, монтировать видео про то, как Вероника попала в больницу и так далее. Но, в общем, не подвели какие-то итоги, сколько нам обошлось лечение, какая страховая компания, потому что все пишут в комментариях, спрашивают, какая страховая компания, что случилось там и так далее. И что у нас случилось, как рассказали? В общем, мы были в больнице два дня. За это время мы успели сдать анализы и доктор нам сказал, что это отравление пищевое. Откуда оно взялось, неизвестно. Потому что накануне мы ужинали дома. Да. Перед этим ужинали дома. Был домашний ужин. Буквально можете предыдущее видео посмотреть. Там детей даже руки отправили мыть, идите руки. Ну, в общем, все под контролем было. Ребенку ночью стало плохо, рвало и так далее. Непонятно. В общем, по опыту не стали тянуть. Сразу же поехали в госпиталь. Ей оказали сразу же помощь. Поставили капельницу и ей лучше, лучше, лучше стало. Я видел в комментариях, спрашивали, где полис мы оформляли. Расскажи про это, пожалуйста. Полис мы оформляли в компании УралСИП. УралСИП страхование. Но, ребята, я не рекомендую эту компанию. Это никакая не рекомендация. Хотите, оформляйте там же. Хотите, в какой-то другой компании. У каждой компании, я считаю, есть свои плюсы и минусы. Потому что здесь есть ряд минусов. Они работают с компанией Посредник, которая держит связь именно с пациентами. Это Савитар Групп. И они достаточно, недостаточно оперативно работают. То есть, когда нам потребовалась госпитализация дальнейшая, они это время оттянули. И мы, в итоге, на ночь остались в палате временного пребывания, где так же, как и мы, было еще двое человек. Вы видели это на видео? Мы видели. На видео там некомфортно. Что еще? Вопрос. А кто тебе порекомендовал эту компанию? Как ты нашла ее? Знакомая, которая здесь ежегодно приезжает, они сюда на зимовку. Вот она мне порекомендовала. А если, допустим, кто-то заболел, да, и у тебя есть страховка, и ты находишься в Таиланде, что нужно делать сначала? Расскажи. Сначала нужно позвонить в страховую компанию. Даже не страховую компанию, а компания Посредник. Номер телефона всегда указан на полисе. То есть вы звоните по номеру телефона, который указан на полисе, и говорите, что наступил страховой случай, описываете, что произошло, и затем они вас направляют в определенный госпиталь. До этого, когда мы лечились за свои деньги, мы посмотрели немножко про госпитали, кое-какие отзывы, правда, были только на английском языке. И мы выбрали дебук госпиталь, и нам он очень понравился. Там очень хороший сервис, хорошее обслуживание, очень хорошие палаты, модернизированные такие. Видео оставим в описании. Мы уже лечились в этом госпитале. Вероника там уже лежала. Можете посмотреть, как там это все выглядит. В общем, там прям конфетка. А здесь, получается, условия не такие хорошие. Нас отправили в International Hospital. Условия не такие хорошие. В палате мы были местного, ну, общего пребывания, временного пребывания, общая палата. Вот. Но, тем не менее, нам оказали помощь. Должна помощь, все нормально. В принципе, все это оплатили. Только Кате приходилось по этим документам, в общем, бегать, передавать с руки в рук. Звонить. Звонки делать, в общем. Очень долго я не могла дозвониться. Одно время там они вообще пропали, когда им надо было выписываться. В общем, были моменты неприятные. Ну что, все, наверное, да? Да. Я думаю, что, в принципе, все понятно по этому моменту, по этому случаю. Если что-то непонятно, пишите, постараемся ответить. И, ребята, будьте здоровы. Да. Будьте здоровы, не болейте. На отдыхе это самое главное. Обязательно делайте, ребята, еще страховку. Да. Страховку мы рекомендуем сделать. Потому что в том году мы не сделали, мы поняли, что это дорого. Да. Заплатили 15 тысяч бат. На отдыхе это очень неприятная сумма. Потеряли очень много времени, денег. В общем, не болейте. Будьте здоровы. Все. Ну все, ребята, на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Про колокольчик не забываем. И впереди еще очень-очень много видео с Таиланда. Подпишитесь. Всех любим. Целуем. Пока.